Ну что, дорогие друзья, пришло время начинать наш с вами вебинар. Мы с вами подходим к концу 2021 года. Я очень рад, что вы выбрали время и сегодня здесь собрались в наш последний понедельник, последний недель 2021 года на наш первый вебинар этой недели. Напоминаю, сегодня будет два. Первый в 15.00, следующий в 19.00 по Москве. О чем пойдет речь? Мы с вами сегодня познакомимся. Для тех, кто еще с этим не знаком, с очень интересной темой, друзья. И эта тема касается нашего с вами будущего, причем финансово стабильного будущего с помощью той технологии, о которой сегодня пойдет речь, и того бизнеса, той бизнес-модели, которой я начал познакомиться еще в начале, точнее сказать, в середине мая месяца этого года. И я охотно с вами готов поделиться особенностями этого бизнеса. Меня зовут Евгений Поткин, живу я с 1991 года, с прошлого века в Германии, сам переехал из Казахстана, Павла Дарвис, здесь есть казахстанцы, привет большущие. 30 лет в индустрии продаж здесь, в Германии, начал этим заниматься. Кстати, 21-22 декабря этого года, ровно 30 лет исполнилось, как я пришел в сетевую индустрию. Было, конечно же, множество проектов, заработаны многие миллионы евро в этих проектах, но то, с чем я встретился в этом проекте, честно говоря, я еще не видел, и это интересно как клиентам, так и бизнес-партнерам. Давайте же начнем. Прежде всего я должен сделать предупреждение, так как мы проводим в официальном ключе все наши встречи, все наши вебинары, то регуляторы рынков запрещают нам гарантировать как любые виды дохода, так и дальнейшие перспективы развития данной компании, нашей компании. Мы, конечно, не можем работать против закона, мы работаем всегда в законодательном поле, поэтому вы предупреждены, и мы можем начинать. Речь пойдет о трех компаниях, так называемая триада. Это ZENIC Technologies, которая создала гениальный, великолепный онлайн-продукт, сегодня вы о нем узнаете. Компания OCS International, финансовое учреждение, поддерживающее как соинвестор компанию ZENIC и помогающую нам построить такой мостик от криптоактивов к фиатным активам, причем в легальном поле, тоже об этом расскажу. И компания Saphir, имеющая эксклюзивные права, как сетевая компания, на продвижение продукта компании ZENIC. Неважно, о каком бизнесе идет речь, в первую очередь нужно познакомиться с основателями. Что я делаю практически всегда в течение 30 лет работы в этой индустрии. Основателями компании ZENIC являются еще достаточно молодые люди. Это не их первый проект, они уже в другом проекте в Австрии создали продукт, который позволяет восстановить метаболизм в организме человека. В течение шести лет они шли к этой цели сегодня, этот продукт продается по всей аптечной сети Австрии. Но в августе 2018 года их давнишний знакомый поделился с ними за бокалом вина о том, что у него есть решение сделать возможность работы с криптоактивами не просто простой, как бронирование отеля, но и максимально защищенной. Это настолько заинтересовало двух предприимчивых людей, что они больше двух лет просто финансово поддерживали этот проект. И, наконец, когда пришло время выводить его на глобальные рынки, компания перебралась из Австрии в Дубай. Почему? Ну, потому что это эпицентр блокчейн, эпицентр криптоиндустрии, так и номики. Это то, где собираются лучшие умы, лучшие силы данного трендового направления. И на сегодняшний день компания ZENIC имеет уже не 60, больше 120 специалистов, потому что растет объем задач и может предложить миру, населению нашей земли инструменты цифровой экономики на 360 градусов. Что они включают в себя? Шесть инструментов. Это и собственный блокчейн, и хаб, чуть позже объясню, это не ругательное слово. Это и ZENICOIN, собственная криптовалюта, и мобильное приложение, и дебетовая карта, и децентрализованная биржа. Почему нужно все это предлагать? Да чтобы у нашего клиента в компании ZENIC все было из одних рук, чтобы один раз придя в ZENIC, он больше ни в чем не нуждался. Давайте по порядку познакомимся. Первое, это собственный блокчейн. Он не только децентрализован, его невозможно обрушить, он еще к тому же гибридный, он позволяет работать с другими всеми блокчейнами, как ETH, TRON, BINANCE CHAIN, что в свою очередь они между собой этого делать не могут. И наш блокчейн адаптирован, адаптирован для работы на гигантском по потенциалу рынке токенизации. Об этом подробно сегодня пойдет у нас с вами тоже речь. Хаб, это такое программное обеспечение, аппарат, устройство, которое позволяет нам с вами выполнять все, что подготовила для нас компания ZENIC в таком одношаговом функционале. И возможность легального обмена криптовалют через него идет. И площадка для проектов токенизации. И возможность работы, прямого доступа к нашей децентрализованной бирже. Также каждый хаб является нодой, мастер-нодой, что обеспечивает нашу с вами, друзья, не обрушаемость нашей системы. Здесь нужно всего один раз сделать верификацию, так называемую KFC. Почему? Потому что это одношаговый функционал. Не важно, что вы делаете, вы всегда не только собственник, но и владелец своих активов. То есть вы никогда, ни в одном случае не передаете свои активы в руки других людей. И согласитесь, очень сложно потерять то, что вы никогда никому не отдаете. Поэтому вот это чудо, оно, конечно же, уже вот-вот на старте находятся доставки их потребителям, кто их заказали в свое время. И первые 475 тысяч хабов, так называемые первые поколения хабов, limited edition, содержат в себе еще одну очень классную функцию. Они являются добытчиками, ежедневными добытчиками этой криптовалюты под названием ZENIT COIN. Что же это такое? Это необычная из 15 тысяч криптовалют, которые сегодня присутствуют в мире, это мастер-коин. Подробнее тоже об этом расскажу, в чем же отличие обычной криптовалюты от системной монеты или мастер-коина. Он залистен уже, этот коин, на двух децентрализованных обменниках. Это Uniswap, PancakeSwap. Спрос на монету повышают, так называемые, алгоритмы, хальвинги. Тоже об этом пойдет речь. И вывод монет возможен буквально с первого дня добычи монет в неограниченном количестве. То есть у вас есть дома печатный станок под названием Hub, он печатает вам денежки, эти деньги вы можете выводить и жить на них. И теперь самое главное, все это, друзья, возможно, добыча монет и их вывод до февраля 2040 года. Напоминаю, сейчас 2021 год, то есть почти на два десятилетия этот печатный станок будет создавать вам финансовую стабильность, то, о чем идет речь. Как же можно купить это чудо? Есть два варианта. Виртуальный вариант, здесь слева вы видите, это стоимостью за 1499, полноценный Hub. Вы можете его купить. И если вам нужно две печатных машинки, это тоже возможно. Для этого нужно просто воспользоваться друзьям. Сейчас я включу курсор. Пакетом, где есть два таких Hub, или четыре, или восемь. То есть чем больше Hub в таком пакете находится, тем дешевле покупка Hub вам обходится. Почему? Потому что там присутствует скидка. Даже можно купить за 330 тысяч 256 Hub. Здесь ваша выгода или скидка почти 53 тысячи евро. Если нет возможности купить целый Hub, можно взять половину мощности такого Hub стоимостью 800 евро, или четвертую часть стоимостью 450 евро, и даже одну 32-ю мощности целого Hub по цене 100 евро. Но я бы вам отсоветовал, по сотенке покупая, набрать целый Hub, потому что тогда вам этот Hub обойдется не в 1499, а в 3200 евро. Если у вас есть желание прикупить себе физический Hub стоимостью почти 2000 евро, точнее 1998 евро, то вот так вот он выглядит. Вы можете это сделать, он придет вам в виде планшета, он будет у вас дома на столе находиться, очень простой, интуитивно, простой в управлении. Мы увидели впервые этот Hub, он был представлен на саммите компании Safir Global 24 октября этого года в Дубае. И первые счастливчики, клиенты, партнеры компании ZENIC и Safir Global, которые раньше еще оплатили эти Hub, им не стала компания отсылать их домой, она просто им вручила, это первые 30 чем-то человек из 475 тысяч по всему миру первого поколения Hub, Hub Limited Edition, которые получили их в свои руки. Я обещал вам рассказать про хальвинги или алгоритм понижения мощности хаба. Они на самом деле работают в двух режимах. Первый режим он привязан к объемам продаж, где каждая новая тысяча проданных хабов имеет стартовую мощность добычи на 1% меньше предыдущей. То есть если сейчас вы в эту актуальную тысячу успеваете и покупаете CDD Hub, он добывает, давайте для примера возьмем 100 монет в месяц. Тот, кто протянул немного и купил уже не в этой, а в следующей тысяче, его стартовая мощность будет на 1% меньше. Еще на 1 тысячу позже, еще на 1% меньше от предыдущей тысячи. И так, пока не придет февраль 2040 года или не будут проданы все хабы. Теперь второй вид халвинга работает во времени. На протяжении каждой 12 месяцев дальнейшая мощность добычи уменьшается на 50%. Как это понимать? Вы успели в эту тысячу, у вас 100 монет в месяц добывает хаб, постепенно понижая свою мощность, ровно через 12 месяцев после покупки, ваш хаб будет добывать уже 50 монет в месяц. Еще через 12 месяцев половину от 50, 25 и так уже точно до февраля 2040 года. Может сложиться впечатление, что мышкиные слезы останутся в конце, но даже если он будет добывать 2-3 монеты в год, но они будут стоить больше, чем стоит биткоин, я думаю, никто из вас на это уже обижаться не будет, потому что до этого вам уже хаб добыл тысячи монет. Почему он может стоить больше даже, чем биткоин, об этом и до самого конца сейчас пойдет у нас с вами речь. Я называю в принципе, что это не алгоритм понижения мощности хаба, это алгоритм повышения спроса. Почему? Есть такой закон экономики, он гласит, что спрос рождает предложение, и вот когда спрос есть на дефицитный продукт, который становится все меньше и меньше, этот продукт будет дорожать. Это неизбежно. Поэтому, друзья, хоть со стороны математики, хоть со стороны экономики с помощью этих хальвингов мы с вами имеем в руках или нам каждый день хаб добывает актив, который будет дорожать в принудительном порядке. Я вижу, вы здесь можете то, что вам понравилось, поощрить. Вот здесь есть сердечко у вас слева от вашего чата, если вы на него нажимаете, есть палец поднятый. Я вам подсказываю просто, как выражать свои эмоции, звездочки и так далее, так далее. Не стесняйтесь и поддерживайте в эмоциональном варианте то, что я вам рассказываю. Но это еще не все. Что еще повышает спрос на нашу технологию, что еще повышает спрос на ZeniCoin? То, что в этой креаде присутствует, это впервые в криптовалютной компании присутствуют, в принципе, финансовые учреждения, имеющие банковские лицензии и разрешения, в том числе на выпуск дебетовых карт. Называется это учреждение OCS International. Я тоже, конечно, проверял основателей этого учреждения. Один из них, вот слева направо, если посмотрим, имеет опыт работы 35 лет в банковской сфере в Австрии, в таком банке, как Райфайзенбанк, другой, имеющий арабские корни, четверть века отработал в Германии в Дрезднербанке. И тот, и другой работали с клиентами Ближнего Востока. И что делают эти два банкира? В 2020 году в Дубае они открывают свой собственный банк, свое собственное финансовое учреждение. И, конечно же, та клиентура, которая им доверяет, она поддерживает старт этого банка. И вот в их частный криптовалютный фонд поступило, друзья, за 6 месяцев почти полмиллиарда долларов. Вот такой респект, такое доверие имеют клиенты этих людей. Но чем же это интересно для нас с вами, участие банка в этом проекте? В том, друзья, состоит эта особенность, что он позволит нам с помощью фиатно-цифрового сервиса легально пользоваться нашими криптоактивами. А именно, в автоматическом режиме будет проводиться интеграция посредством виртуального и банн-счета ваших криптоактивов через мобильное приложение, которое у нас уже есть. Вы можете скачать как для смартфона, так и для айфона его. Вот вы проводите конвертацию, она проходит на основе еврокоина, как стейблкоина, дорогие друзья. Это типа как USDT, тоже такой со стабильной ценой криптоактив. И дальше выводятся фиатные деньги. Так вот эта карта, она интересна тем, что она не содержит в себе возможности использования криптовалюты, и тем самым не находится в серой зоне ни одного рынка мира в законодательном поле всегда работает, как все другие девятовые карты фиатного происхождения. Что еще важно здесь понять? Это произойдет не через пару лет, это произойдет уже в начале следующего года. По той дорожной карте, которую выпустила компания, должны первые партии карт таких уйти. Лимитировано сначала количество в первом квартале, со второго квартала начнется массовая рассылка. То есть придет весна, дорогие друзья, и с апреля месяца у нас с вами пойдет массовая рассылка таких карт. Я могу сказать, это конечно же очень сильно подымет интерес к нашей технологии, к нашей монете. А там где спрос, интерес, там и рост цены. То есть это тот инфоповод, ну точнее сказать даже действие, которое подымет стоимость нашей монеты. Что еще играет на повышение спроса на нашу монету? Вот то, что я вам сейчас расскажу, я сам об этом узнал, придя именно в этот проект. До этого я вроде бы с 2018 года был в теме криптовалюты, но как-то смутное было представление, что такое централизованные децентрализованные биржи, обертый мастер коин. Итак, крупнейшая в дне централизованная биржа Binance, наверняка о ней вы слышали, делает обороты больше полтора миллиарда долларов в сутки, друзья. Имеет все же два недостатка, но они принципиально важны. А именно, она централизованная, она подконтрольна определенным лицам, и эти лица могут просто выдернуть штепсель из розетки, когда им все надоест, и тем самым остановить работу серверов. Она обрушаема, в этом ее проблема. Вторая проблема, чтобы участвовать в работе этой биржи, вам нужно свой актив со своего кошелька отдать на кошелек этой биржи. То есть, с этой секунды вы собственник, но не владелец ваших денег, и были уже несколько случаев, когда такие централизованные биржи приказали долго жить с деньгами тех, кто им доверил, свои активы. Чтобы избежать этих проблем, криптоэнтузиасты разработали децентрализованные обменники. И здесь вы видите два из них. Крупнейший Uniswap называется, следом за ним идет PancakeSwap. Ну, такие смешные названия. Своп обменники означает, да. Чем они интересны? Они децентрализованные, там нет хозяина, там никто нас не контролирует, не управляет, они не обрушаемые. И второе, все обменные процессы, транзакции происходят в рамках вашего кошелька. Вы всегда являетесь владельцем. Но здесь есть тоже своя червоточинка, а именно, Uniswap работает не на собственном блокчейне, а на заимствованном блокчейне. Он называется ETHIR. PancakeSwap тоже пользуется чужим блокчейном, Binance Chain, да. А на этих блокчейнах присутствуют свои собственные монеты, которые имеют статус мастеркоина. Это, соответственно, ETHIR и BNB. Так вот, у нас выходит наш собственный тоже обменник, Zenixwap, тоже в начале следующего года, но его принципиальное отличие состоит в том, что он имеет свой собственный блокчейн, а это значит, это будет обменник, на котором собственный мастеркоин присутствует и будут самые низкие комиссии за участие в работе этих обменников. Вот теперь представьте себе, есть такая поговорка, рыба ищет где глубже человек, где лучше. Если вы приходите на Uniswap, вам нужно что-то обменять, а там сейчас, открою вам секрет, просто конские комиссии, потому что ETHIR проходит обновление, как блокчейн проходит обновление, и там за обмен берут просто гигантские деньги в виде комиссии. PancakeSwap, конечно, в этом плане демократичен, но Zenixwap будет номер один. И вторая еще очень важная особенность, что значит мастеркоин. Вот видите, собственная монета обменника Uni подросла по стоимости почти до 42 долларов. Собственная монета Cake, обменника PancakeSwap, до 40 долларов. Но ETHIR вырос, друзья, в 6397 раз, и в мае этого года стоил 4350 долларов. Мне сегодня буквально от РБК такая рассылка есть, пришла информация, что ровно в этот день, 27 декабря прошлого года, друзья, ETHIR стоил 680 долларов. Только представьте себе, какой рост. А он же вырос до этого момента с 68 центов до 680 долларов. В общем, это совершенно другой потенциал роста, потому что это мастеркоин. Сейчас объясню, почему это так. BNB монета, мастеркоин, Binance блокчейна, тоже подросла за 31 месяц в 6875 раз. То есть это совершенно другой мир возможностей, которые предоставляют обычные криптовалюты. С чем это связано? Дело в том, чтобы вы могли оперировать, работать на Uniswap, вам нужно всегда иметь немножко монеты не юни, а эфира, того блокчейна, который там работает, так называемого газа. А на PancakeSwap, чтобы вы могли участвовать, нужно не кейк-монету иметь, а бинги-монету. Она там является газом. И любая транзакция требует, чтобы вы использовали эти мастеркоины. Теперь представьте себе, что произойдет на Zenixwap, когда мы его запускаем. Понятно, там дешевле, там выгоднее, но там мастеркоином будет являться Zenixwap, наша с вами монета, без которого, как без газа, невозможно ни одна транзакция. Так вот, Zenixwap, он уже залистен 2 апреля этого года на Uniswap, на децентрализованной бирже. И с 3,5 центов он 31 октября стоил 40 центов. Сейчас, мы знаем, с вами рынок просел, это отразилось и на нем, где-то 17-18-20 центов стоит сейчас наш Zenixwap. Но это еще до ввода нашего обменника, децентрализованного. Представьте, что произойдет с курсом, со стоимостью нашего Zenixwap, когда будет запущен вот этот обменник. И газом там будет наш с вами Zenixwap, друзья. Но самое главное все же произойдет событие весной следующего года. Компания Zenixwap запустит не просто обменник, она запустит децентрализованную биржу Exchange Zenix. А это значит, там будет использоваться наш собственный блокчейн со скоростью 50 тысяч транзакций в секунду работающих, чтобы немножко понимать разницу, из-за чего сейчас эфир проводит обновление. Он медленный, 20 транзакций, не тысяч, 20 транзакций в секунду он делает. Он отстает просто от того, как криптоиндустрия развивается. Они сейчас делают обновление, чтобы было бы хотя бы 20 тысяч транзакций в секунду. Мастеркарта работает со скоростью 20 тысяч транзакций в секунду. Мы 50 тысяч. То есть представьте, какие объемы можем мы обработать, если мастеркарта глобальный продукт. Дальше. Операции с криптодалютой и фиатом в режиме реального времени. Это очень важно. Почему? За счет этой скорости вы заказали обмен, и тут же он произошел. Вам не нужно часами иногда ждать, чтобы это случилось, а за это время, возможно, курс ухудшился, вы потеряли. Обмен децентрализован. То есть это та же самая громадная биржа, как Binance, но децентрализованная. Она не подлежит контролю, и вы никогда никому не отдаете свои активы. Вы всегда владелец ваших денег. Так как это наш собственный блокчейн, то владельцы блокчейна уставляют размер комиссии, они будут самые низкие, лучшие обменные курсы. И что самое важное, это площадка для токенизации активов, а токенизация это не что иное, как цифровые акции или токены с реальной стоимостью подтвержденной. Давайте с этим поближе с вами познакомимся. Итак, токенизация это не что иное, как трендовый способ привлечения денег, финансирования проектов, бизнеса, компаний и так далее. Чтобы было понятно, скажу, раньше крупные компании, имевшие для этого возможности, выходили на биржу, создавали собственные акции, продавали их, получали, конечно, за это деньги капитализировались, совладельцы получали акции, да, за это дивиденды. Это все в прошлом, это долго и дорого и для очень минимальной части бизнеса было возможно. Сегодня с помощью токенизации, то есть оцифровки активов, это и прозрачно, и доступно, и быстро, и дешево. Что для этого нужно? Для этого компания или проект должен найти блокчейн, с которым он хочет это сделать, он должен быть адаптирован для токенизации. И второе, он должен выпустить свои собственные цифровые акции под названием токен, выставить это все на площадку для токенизации, желающие прикупить этот актив, купят его и тем самым профинансируют тот иной проект или бизнес. В общем, за этим способом финансирования просто будущее. Я иногда даже шучу, говорю, что токенизация это ультиматум фиатному рынку. Почему? Ну потому кто же пойдет по старинке пользоваться способом преувеличения денег, когда есть новый, более эффективный, грандиозный способ добычи. Теперь немножко цифр. Аналитики такой организации, как Всемирный экономический форум, ВЭП, знаете, они проводят свои встречи, по-моему, ежегодно в Давосе, в Швейцарии, да, утверждают, что к 2027 году спрос на такой формат работы с активом привлечения денег через токенизацию будет составлять 24 триллиона долларов США в год. Чтобы понимать долг, Америки, посмотрите, где-то на этом уровне находятся, но они его десятилетиями накапливали, а здесь в год такой оборот деньжич будет происходить. И те компании, среди них, конечно же, компания FinTech ZENIC, которые на этом рынке будут предлагать свой сервис, они не просто озолотятся, они станут мульти-мульти-мульти-миллиардными концернами. Теперь вы понимаете, почему в этом консорциуме, в этой тряде компаний присутствует OCS International, как соинвестор, как совладелец компании FinTech, они понимают, что вы неизбежно, участвуя на рынке токенизации, имеете шанс очень быстро, очень быстро и очень сильно разбогатеть. Вот такие возможности предоставляет токенизация. Что еще важно? Каждый проект, который, друзья, создает свои токены, за каждым токеном за цифровую акцию присутствует не что иное, как актив, конкретный актив, не воздух. Это могут быть строительные компании, да что угодно, как шутит мой спонсор, вы можете оцифровать свою корову и со своими инвесторами рассчитываться в виде дивидендов молоком, да, то есть получить, капитализировать за нее деньги. Что еще произошло летом этого года? Абсолютная сенсация к нашему проекту в виде стратегического партнера присоединился представитель семьи Аль Мактун, его превосходительство шейх Саид Бинхаше Аль Мактун. Чтобы понимать, что это за семья, это семья мультимиллиардеров, это те, кто создали Дубай, по сегодняшней дне управляют Дубай, это правители Дубая. И здесь вы видите первые публикации на английском, на арабском языках о том, что это действительно так. Самым неверующим, Фома неверующим, я предлагаю зайти на сайт правительственного учреждения, где регистрируются в Дубай все компании, и в разделе владельцы или акционеры компании вы найдете как раз там это имя, шейх Саид Бинхаше Аль Мактун. Пожалуйста, это правительственный документ, и сделать какой-то фейк с именем Аль Мактун, это значит вообще не понимать, где он находится. Этот человек, в Дубай ему останется, наверное, пару часов, если он таким образом пошутит с этой семьей. Что еще очень важно, благодаря участию стратегического партнера семьи Аль Мактун, благодаря участию банка ОЦС Интернешнл, 21 сентября этого года, вот в этом самом высоком здании мира, Бурдж-Халифа, состоялась встреча, закрытый эвент гостей, которых пригласило семя Аль Мактун. Банк пригласил, компания Зенек, чуть больше 250 человек, где впервые была представлена возможность оцифровки, то есть токенизации различных проектов, компаний, бизнесов на блокчейне Зенек. Это вызвало, конечно же, абсолютный фурор. Что еще важно, в конце, в заключении было сделано такое шикарнейшее шоу на самом крупном фронтальном здании мира, где вы видите Зенек. Миллионы людей буквально за пару минут узнали о том, что есть, оказывается, такая компания, зашли быстренько в Google, посмотрели, это тоже информационный повод. Но что самое главное, там еще раз семья Аль Мактун подтвердила, что она является стратегическим партнером и соинвестором финтех-проекта Зенек. Ну, шутку говорят, в Дубае даже птички не чирикают, если мэр Дубая Мохаммед Аль Мактун этого не разрешил. Вот поэтому это гигантский, это сумасшедший по возможностям административный ресурс, это выход на богатейших людей мира, на самые крупные компании. А именно это является самым главным. Знаете почему? Можно, конечно, в токенизации поучаствовать с мелким и средним бизнесом, но это не тот масштаб. Это как футбольная команда второго класса, а есть первая класса, есть высшая лига, а есть просто мировые топ-команды. И чтобы туда попасть, нужно просто другие деньги иметь. И чтобы на рынке токенизации победить, нужно другой масштаб компании оцифровать. И вот здесь вы сейчас просто ахнете, посмотрите, пожалуйста. На этом событии владелец проекта Тупан, можете зайти о нем почитать, принял решение, объявил официально, что он будет финансировать. То есть оцифровать свой проект с помощью блокчейна компании ZENIC. Что же это такое Тупан? Во-первых, создателем этого проекта является банкир, в Бразилии имеющий свой собственный банк. Мало того, этот проект призван сохранить леса Амазонки. Считается, что леса Амазонки, ну, наверное, она только и есть, это легкие планеты. И вот будет подготовлено почти 3,7 миллиарда токенов цифровых акций Тупан, которые, одна акция составляет один кубический метр лесов Амазонки. И те, кто радеют за экологию, хотят поддержать этот проект, они будут покупать эти акции, эти токены еще на начальном этапе, когда они недорого стоят. И тем самым финансировать этот проект. Теперь самое главное, регулятор американского рынка, комиссия SEC, запретила Facebook, Telegram выпускать свой собственный токен. Тупан получил разрешение. Тупан допущен. И теперь просто представьте себе следующее развитие событий, следующий сценарий. Людей, которые переживают за экологию, ну, наверное, десятки, если не сотни миллионов по всему миру. Когда они узнают, есть проект, который можно на начальном этапе купить по очень низкой цене токены, а этот проект защищает леса Амазонки. Куда они придут? На нашу платформу. Чем они воспользуются? Нашей платформой, на которой единственным мастер коином, газом для всех токенизаций является, что, друзья, наш Zenit Coin. Но здесь один принципиальный момент. За каждым токеном цифровой акции, проектов, которые к нам придут, стоит реальный актив, реальный бизнес, реальные деньги. Не воздух, не какие-то мыльные пузыри. И таких проектов такого масштаба, где уже имеются свои миллионные комьюнити, около 300 находятся в портфеле компании Zenit. Благодаря вот этому событию был вызван очень большой интерес. И сегодня клиентов у компании Zenit, она еще не начала токенизацию, уже первый портфель проектов около 300 компаний. Очень большого масштаба, глобального действия. То есть это действительно очень крупный бизнес, который пришел к нам на токенизацию. Что еще повышает спрос на нашу монету? Ну то, что она не находится в самом начале. Мы не в августе 2018 года, когда вот этого всего еще не было. Это все уже сделано. Что произойдет в самое ближайшее время? Как я уже сказал, портфель первых проектов токенизации с сентября начал формироваться. Запуск Smart Chain для начала токенизации произойдет в январе месяце этого года. Мир узнает код, он станет открытый код нашего блокчейна, нашей компании. Будет запущен обменник Zenit Swap тоже в январе этого года. Вот оно все, рядышком, не когда-то очень далеко. Выпуск дебетовой карты, как я вам уже говорил, назначен на половину, на середину первого квартала и массово второй квартал. Запуск биржи Zenit Exchange произойдет в мае 2022 года. Я всегда говорю, с этого момента пойдет игра по-крупному. Почему? Вот было такое событие. В 2007 году весь мир пользовался кнопочными телефонами. Ведущим на рынке была марка Nokia. Были Ericsson. Ничего только не было. Но пришла компания Apple со своей другой технологией. И сегодня кто из нас пользуется кнопочными телефонами? Да никто. Почему? Потому что устарела эта технология. Ее вытеснила компания Apple. Новая технология. И недаром специалисты говорят, что Zenit это Apple. Но в криптоиндустрии. И чем отличается криптоиндустрия от индустрии коммуникации? Потому что криптоиндустрия это деньги. Это продукт, который нужен всегда и всем. На который никогда не уйдет спрос. И мы здесь, вот в этом статусе находимся. Поэтому, друзья, на нашу биржу придут просто миллионы и миллионы, десятки миллионов пользователей. И владельцы компании Zenit поставили перед собой просто самую амбициозную цель. В 2022 году наша биржа должна стать самой крупной биржей в мире. Крупнее, чем биржа Binance. Почему? Потому что у нее все для этого есть. Все подготовлено. И вот с этим шагом запускается не что иное, как наша децентрализованная экосистема Zenit. И для закрепления, я бывший учитель экологии и химии, надо закрепить новости, которые я вам сегодня сообщил. Повторяем. У вас есть хаб. Таких счастливчиков по всему миру 475 тысяч, который добывает монеты Zenit. Будущий самый крутой криптоактив мира. Что еще важно? С помощью мобильного приложения, неважно в какой точке вы находитесь, потому что он синхронизирован с этим хабом. Хоть с виртуальным, хоть с физическим. Неважно. Вы можете делать все операции. Там около сотни децентрализованных кошельков на этом приложении есть. С помощью гейбитовой карты в легальном поле вы можете ваши криптоактивы превращать в фиатные деньги, не нарушая законодательство ни одной страны мира. Сама монета Zenitcoin используется, конечно, как газ на бирже для проектов токенизации. А на бирже самые низкие комиссии, самые лучшие обменные курсы. Это потенциал крупнейшего товарооборота в криптоиндустрии. Что еще усилит товарооборот, приток денег клиентов? То, что это токенизация. А токенизация, как я уже сказал, это ультиматум фиатному рынку. И это все неизбежно. Так вот, сложи все вместе. Хоть слева направо, хоть справа налево. Мы с вами приговорены добывать каждый день, если у вас такой хаб есть, актив, который будет расти в цене. Сколько он будет весной? Сколько он будет осенью? Сколько он будет через 3, 5, 10 лет? Я не знаю, но ваша финансовая стабильность состоит в том, что у вас дома есть маленький свечной заводик. Как шутят, этот свечной заводик обеспечивает вам не что иное, как финансовую стабильность. Во все времена, потому что свечи нужны во все времена, деньги тоже будут нужны во все времена. Итак, миссия компании ZENIC состоит в том, чтобы помочь каждому человеку, кто воспользуется ее технологией, работать со своими активами, ну настолько просто, как бронирование отеля сегодня. Второе, чтобы это было по максимальной защите. Максимальная защита дается тройной аутентификацией, разделение в физическом хабе трех отделов, где к вашему частному ключу, приватному ключу доступа из интернета просто нет. Ну, это называется, если сейчас мир еще для того, чтобы войти в децентрализованную систему обмена криптовалют, использует централизованный вход, а это опасно, то что делает на этом этапе финтех ZENIC? Он для того, чтобы войти в децентрализованную систему, придумал децентрализованный вход в виде нашего хаба, друзья. И вот в этом как раз вся сущность той новинки, того ноу-хау, нашей технологии, о которой я, может быть, сильно многослов пытаюсь вам сегодня донести. Что еще важно понимать? Точка невозврата уже пройдена, мир уходит в цифру, хотим мы этого, не хотим. По-моему, две недели назад правительство Дубая, первое государство в мире, объявило, что все дело производства в цифре, у них просто нет больше бумаг. Они от них избавились, и они экономят сотни миллионов долларов. И это неизбежный путь, это как мир освободился от кнопочных телефонов и перешел на смартфоны и айфоны. Так и мир скоро уйдет из денег фиатных, электронных денег в цифровые деньги. И здесь передовая технология под названием ZENIC является вашим ключом к тем возможностям, которые этот мир нам всем дает. Что еще интересное, я хотел здесь сказать в самом заключении, друзья. Ну вот ZENIC я вам рассказал, OCS International рассказал. Мы в преддверии Нового года, дети пишут всякие письма, загадывают у Деда Мороза то и то и то. И один мой друг сбросил интересную картинку, я вам просто хочу показать. Нет, наверное, в самом конце я вам все уже покажу, там будет лучший момент для этого, эту картинку. Дождитесь до конца, вам очень понравится, я гарантирую. Итак, две компании мы с вами просмотрели, обсудили. Я, надеюсь, донес как мог до вас их назначение, для чего они нужны. Сафир. Для чего нужен Сафир? Это маркетинговая компания, ее задача построить комьюнити. И мы работаем с очень быстрой, с очень действительно большой динамикой по созданию этой комьюнити. Ну, представьте, за полгода, на сегодняшний момент, начиная с апреля, больше 400 тысяч пользователей в 55 странах мира, друзья, начав с апреля активно этим заниматься. Почему же такие скорости возможны? Да потому что мы работаем по принципу бизнеса рекомендации, иначе его называют нетворк, MLM, сетевой бизнес, да? Как он работает? Вы купили Сиберхаб, вас просто подмывает под Новый год, все равно вы встречаетесь с друзьями, с Российск, показать, как он у вас работает, что он каждый день туда летят монетки. Монетки вы можете выводить, продавать, пользоваться. На следующий год еще лучший сервис нам предоставляется в виде дебетовой карты, а весной взрывается рост стоимости, и монета пробивает потолок по своему росту, потому что туда заходит токенизация. А токенизация – это неизбежное развитие финансовых рынков. Так вот, вы с кем-то на эту тему поговорили, человек говорит, я тоже такую хочу, и он по вашей рекомендации приобретает себе такую технологию. Вы на этом зарабатываете. У нас есть три вида бонуса, на котором вы можете заработать. Я сейчас подробно бонусы объяснять не буду, просто расскажу так, чтобы у вас было представление, о каком размере дохода идет речь, если заниматься бизнесом рекомендаций. Так вот, первый бонус – реферальный. Вы зарегистрировались в нашей системе, и за то, что вы делаете рекомендации, люди что-то покупают, вы от стоимости покупки зарабатываете 9%. Если те, кого вы пригласили, то же самое делают, вы зарабатываете с их товарооборота 8%. Если те, которые те пригласили, которых вы пригласили, делают то же самое, и так до 15 уровней в глубину, суммарно вы зарабатываете 53% от товарооборота в вашей клиентской партнерской сети, началом которой явились вы. Это первый вид бонуса. Второй очень важный момент состоит в том, что все выплаты происходят мгновенно. Произошла покупка, вы тут же в своем личном кабинете увидели эти деньги, и это очень важно, дорогие друзья. Второй вид бонуса – вы растете по карьерной лестнице, и вам выплачивают, это разовая выплата, карьерный бонус. Ну, вышли там на определенный ранг, предположим, стартер аккаунт, он называется, подробно на тренинге придете, послушайте, заработали 15 евро, на второй ранг 75 евро, 300, на ранг там двойной рубин 600, вы видите, есть и 3000, и 9000, и 15000 евро, мгновенные выплаты. Но это еще не все, это был только разгон. Первая половина карьерной лестницы, вторая половина начинается от ранга даймонд, 40 тысяч, 80 тысяч, 150, 300 тысяч, полмиллиона, миллион, два с половиной миллиона. И когда я в мае месяце познакомился с этим, и у меня за спиной почти 30 лет работы в сетевой индустрии, я сказал себе, ничего себе, вот это деньги. И я понимаю соотношение между товароборотом и деньгами, которые вы зарабатываете. Здесь в 4 раза больше выплачивается денег, чем в других сетевых проектах. Вы можете слева направо, сверху вниз считать, вы всегда придете к этому результату. Но это еще не все. На событии в Дубае 24 октября компании Сафир нам показали статистику, что было сделано за полгода работы. И вот здесь у меня был, я обомлел просто, у меня был шок от того, что 38 человек за полгода закрыли ранг даймонд, заработали почти четверть миллиона евро за полгода. 7 человек вышли на ранг двойной бриллиант, полмиллиона. 7 человек на ранг тройной бриллиант, 750 тысяч за 6 месяцев, друзья. 7 человек за 6 месяцев стали миллионерами, потому что закрыли ранг даймонд, сделали товароборот 5 миллионов. 2 человека по 2 миллиона, 2 человека по 4, и один вообще сделал всю карьерную лестницу за 6 месяцев и заработал как 10 миллионов евро, друзья. И вот от такой динамики руководство компании Сафир сказал, ну мы же не можем оставить тех, кто уже заканчивают карьерную лестницу у нас без следующей цели. И они вели еще 3 новых ранга. Представьте себе, стар даймонд 5 миллионов карьерный бонус, дабл стар даймонд 10 миллионов и трипл стар даймонд 20 миллионов. Суммарно это почти 40 миллионов евро, которые у каждого из нас есть шанс заработать, причем неважно за какой период времени. Товароборот всегда только накапливается, он не обнуляется и никаких временных рамок для выхода на тот или иной ранг вам не предоставляется. Что еще важно здесь, друзья, понять? Третий вид бонуса, мой самый любимый, он очень правильный, он помогает начинающим с первого дня уже иметь на полгода гарантированную зарплату. Но нет такой компании, которая бы этим могла похвастаться, кроме Сафир. Как это все работает? Вам для этого нужно закрыть ранг рубин. Как только вы это сделали, вы уже начинаете зарабатывать не только от товароборота вашей команды, но и свою долю от мирового товароборота компании имеете. Каждый месяц мировой товароборот компании, 10% от него поступает в этот пул, и этот пул делится между участниками, которые такие доли имеют. У партнеров ранга рубин одна долька, у двойного рубина две доли, у Сафира 10 долей и так далее. Одна доля стоит от плюс-минус 100 евро, колеблется, почему? Потому что она всегда зависит размер доли от того, какой товароборот за месяц был сделан и сколько людей участвует, партнеров участвует в этой программе. Но 6 месяцев вам гарантирована выплата стоимости этой доли без каких-либо обязательств. А это значит, одна доля это 600 евро на полгода гарантирована, 10 долей у партнера Сафир 6 тысяч на полгода гарантирована, Даймондом, если вы стали, 48 тысяч евро на полгода гарантирована. И что интересно, вы сегодня присутствуете на вебинаре моей команды, которая в пути 7,5 месяцев. В моей команде, я буквально 3 дня назад снимал статистику, 65 человек вышли на ранг рубин, 600 евро на полгода. 58 человек двойной рубин, 1200 евро на полгода, 20 человек на ранг Сафира, это 6 тысяч на полгода. Зарплата 500 евро в месяц, нет, 1000 евро в месяц, ошибаюсь. 3 человека на двойном Сафире, это 12 тысяч на полгода. И 4 человека, Блэк Сафир достигли этого ранга, 24 тысячи евро на полгода гарантированно. Если, не дай бог, какие-то проблемы с вашей командой происходят, то вот этот доход, он больше, чем гарантирован. Почему? Он приходит из другого источника, из мирового пула. Он никак не связан с вашим доходом от вашей команды. Поэтому очень многие партнеры в нашей команде стремятся как можно быстрее выйти на ранг рубин. И сегодня от рубина и выше в моей команде 150 человек. Знаете, что это означает? Те из вас, кто еще успеет до 31 декабря закрыть ранг рубины, вот эти 150 человек, которые уже там, на Рождество, русское Рождество, получат от компании выплату их долей. И это 6 раз. То есть до лета есть деньги, друзья. Есть такая поговорка, лето это не когда тепло, лето это когда есть деньги. То есть вот у этих людей уже в январе месяце наступает лето. И я очень желаю вам тоже присоединиться к той группе моих партнеров, которые на этот уровень уже вышли. Что хочу в заключении сказать. Мой 30-летний опыт позволяет сказать следующую вещь работы в сетевой индустрии. Что в одной и той же компании с одним и тем же маркетинг планом, с одним и тем же продуктом всегда есть и очень успешные, просто сверхуспешные команды и менее успешные команды. Чем они отличаются между собой? Тем, как лидеры этой команды, друзья, умеют запускать дубликацию. Мы в нашей команде вам предлагаем даже целый конвейер дубликации. Мы делаем 6 раз в неделю живые презентации 2 раза в день. В 15 и в 19.00 по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. А в среду у нас проходит обучение. То есть на этой неделе в среду или в 15 или в 19.00 вам нужно прийти и поучиться тому, как запустить дубликацию. Мы делимся этими секретами. По субботам у нас вообще проходят крутые встречи. Это наш комбинированный день. У нас есть и вебинар, и тренинги. И по субботам еще, что очень важно, у нас выступают наши молодые руководители ранга. Рубин, двойной Рубин. То есть живые интервью мы берем. Первые эмоции, впечатления. Но в эту субботу, в следующую субботу, вернее 1 января, понятно, все мы еще встречаем Новый год. Поэтому 1 января мы не проводим эту встречу. Плюс 7. 8 января мы с вами встречаемся. 8 хорошая цифра, цифра денег. В 11 супер вебинар. 13.00 по субботам, если мы с вами считаем, наш супер тренинг. И в заключение. Мы подготовили для наших партнеров ранга Рубин и выше специальное обучение. Come go Diamond. Ну, Diamond само за себя говорит, иди на позицию Diamond. Он будет проводиться это обучение с 28 по 31 января этого года в Анталии. Вот в таком шикарном пятизвездочном отеле. Мы с вами будем под Анталией находиться. Вот так он наш радушно будет принимать этот отель. У вас есть возможность туда попасть. Ну, казалось бы, для чего? Первое. Мы туда пригласили очень шикарных коучеров, очень шикарных тренеров, которые приедут со своими авторскими тренингами. Это и Ренат Мансуров, который выступит со своим авторским тренингом «Состояние делает состояние». Это и Константин Кирс, который нам расскажет о том, что значит власть, иллюзии и секреты внушения. Эти два топ-специалиста будут с нами не пару часов, а все время, все три дня с нами будут там находиться. Там будет находиться лидер нашей команды, который уже, внимание, зарабатывает и 100 тысяч евро в месяц, и 250 тысяч евро. И там даже будет присутствовать мой спонсор, который на пятый месяц работы в этом проекте заработал полтора миллиона евро за один месяц. Этот человек просто гений сетевой индустрии, вам с ним обязательно нужно познакомиться. Что еще там произойдет, друзья? Мы там будем делить рынок. Мы будем делить русскоязычный рынок, мы собираемся запустить активно презентации по городам, по регионам. И у вас есть шанс, оказавшись там, быть не просто в первом вагоне, а в локомотиве будущих владельцев проекта «Софир» на русскоязычном рынке. Все важнейшие новости там. Лучшие тренера тоже там находятся. Поэтому я не знаю, как вам поступить, но до 31 декабря вы должны закрыть ранг Рубин, чтобы у вас появилась возможность зарегистрироваться и тоже оказаться на этом обучении. Рынок делится один раз, это истина, с которой не поспоришь. Потом будет очень обидно через пару лет, спохватившись, сказать, слушай, я что-то слышал, там под Новый год рассказывал какой-то интересный человек из Германии. Интересно, что происходит? И вы просто ахнете, что будет с нами через два года. Это будет тот бизнес, равному, которого в мире нет. Я могу это сказать с самого начала, как профессионал. Профессионал. Таких денег не платит никто. Такой технологии нет ни у кого. Мы реально являемся в лице компании ZENIC, Apple, криптоиндустрии. И вот с этим вы сегодня встретились. Что вы с этим сделаете, я не знаю. Но второе правило, оно тоже такое. Первый получает все. И вот сейчас вы, в принципе, в теме. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что чем быть только в теме, лучше быть в доле. Поэтому покупайте себе обязательно хаб или несколько хабов. Послушайте внимательно еще раз маркетинг. Ладно, он есть у нас в том числе в записи. И вот, как я обещал, в конце хочу вам показать ту шутку, которую под Новый год она сама по себе приходит. Смотрите, вот одно из письмов. Писем одного ребенка Деду Морозу. Вот так это письмо выглядит. Дорогой Дедушка Мороз, пишите бы, мальчик Зяма, прошу, дочитай это письмо до конца. Это не спам, это реальная возможность заработать. Тем из вас, кому понравилось это все, запускайте ваши эмоции через сердечки, через смайлики. Спасибо за ваше внимание. Всего хорошего. И мы с вами, дорогие друзья, встречаемся сегодня еще раз в 19.00 по Москве. Для того, чтобы вы уже сюда могли пригласить ваших гостей, ваших потенциальных партнеров. Всего хорошего. Не скучайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok